Здоров! Слушайте, ну люблю я монстров, ну люблю прям работать с монстриками. Сколько бы я ни делал проектов, всегда получаются какие-то новые уникальные зверьки. Типа таких. 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 Короче, сейчас не об этом. Хочу сделать обзорный ролик одного из плагинов. Называется он Dehumanizer от компании Crotos. Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня будем тестировать этот плагин в различных ситуациях. Мы попробуем звуки животных различные, мы попробуем войсовую обработку. И наглядно поймем, стоит ли он своих денег. Потому что стоит он приличных. И еще мы попробуем поработать над реальным проектом, над которым я сейчас работаю. Называется он Demon Skin. Вы можете перейти по ссылочке ниже в описании и попробовать, кстати, поиграть. В эту игру уже большая часть звуков сделана и будет скоро новый билд. Это отличный пример, отличный вариант, чтобы протестировать продукт на реальном проекте. Насколько он актуален, насколько он поможет нам в реализации каких-то конкретных задач. Это, наверное, самый отличный и лучший вариант проверки такого рода плагинов. В одном из видео, кстати, я уже использовал своего любимого зверька. Пробовал различные вариации обработок, чтобы использовать его саунд как раз в игре. И сейчас мы попробуем эту же фактуру взять, обработать как раз вот в этом плагине. Мы посмотрим, что из этого получится. Обачки, вот такой вот монстр. Так, ну что, закинули в проект ту запись. На видео немножко обработки уже был, не нашел исходное видео. Поэтому слушаем. Это прям ASMR такое для кого-то. Хе-хе. Вот, это крутой. Прям получится целая библиотека бульдожьего монстра. Так, закидываем его сразу. Кротос, Дехьюминайзер. Выглядит он таким образом. Могу сразу сказать, что в основном принцип работы любой обработки на получение какого-то монстра, ну или вообще в целом. То есть, построено, конечно, на модуляции. В данном случае у нас пить шифтинг, ринг модулятор, нойз генератор есть, грануляр, сэмпл триггера пока еще не знаю, что это, фленджер хорус, дилей пить шифтер, скраббинг конвуляйшн, спектр шифтинг, вокодер. Ну, то есть, это, грубо говоря, набор вот этих вот модульной обработки, которая, соответственно, дает на выходе определенной фактуры. Здесь у нас есть input, дальше идет три выхода, на пить шифтинг, к примеру, гранулярный син, гранулярную обработку, дилей пичинг и output. Кстати, ребятки, если есть у кого желание и вопросы возникают по отдельным каким-то обработкам, обязательно пишите в комментарии. Я сделаю отдельные видео, наглядные, прям с разборами, с примерами, с тестами, чтобы вам, соответственно, было понятно, допустим, как работают пить шифтер, к примеру, гранулярные синты, либо обработка какая-то определенная. Пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, и я обязательно из комментариев буду выбирать следующую тему видео. Но давайте сначала пробежимся по плагинам, по пресетам, точнее, потому что тут их большое множество, грануляр, ой, growls and roars, и дальше еще акустик, beasts, creatures, потом дальше диалоги различные, тоже робот, sky-fi, speakers, прикольно, в принципе, music, это уже с вокодерами всякие, наверное, больше штуки, да, артист-пресетс, fresh-patch, это уже, наверное, свои какие-то. Вот, ну поехали по первым, сразу будем angry beast, наверное, самый первый. Нет, не самый первый. Возьмем самый первый. И будем слушать наши вот эти звуки, чтобы было наглядно. А давайте сделаем сразу обработку голоса, запишем. Сразу будем слушать обработку зверька нашего, пончика и мою си... Покричу, может быть... Лобстермен прикольный. Так, чё. странно так поехали так но мы пойдем дальше мы запишем еще несколько всяких фактур частность у меня есть отличный атрибут в виде гладильной доски в общем поможет мне конечно же зум а 6 как это неудобно так сигнал есть проверили чекнули пукнули рекорд слыхали какой звучок черт я застрял как штука это пользуется не понимаю пончик не шаркой стой на месте тихо не издавать звук ну очень непросто очень непросто но у меня есть еще вот такая штука под названием смычок и мы блять микрофон упадет сейчас ох неплохо что быть блогер теми звукови не очень получилось на мой взгляд но не знаю сейчас проверим в проекте но есть еще обратная сторона медали но в данном случае доски стиральный какой стиральный владельный берем смычок и тут есть такая поверхность вот так вот слыхали такие вот звучки как вам такое вот это я понимаю пончик хватит шаркать ты портишь мне кино в общем-то расклад такой мы закинули все это в проект я немножечко по чикал порезал тут это все и значится получилось несколько фактур и таких но тут понятно сразу что нам нужно первым первую очередь почистить все это используем и изотоп rx spectral de noise потому что у нас много шумов записалось как мы чистим просто выделяем участок шума нажимаем на лорных лорн и все и у нас шум шумоподавление идет нужная часть осталась все офигенно вот эти первые варианты я вот один из таких звуков просто взял и растянул уже звучит на самом деле как монстряк но мы возьмем и повесим наш как раз вот этот дэхиминайзер и послушаем что он может сделать вот с такого подобного рода звуками так что если мы сделаем вот так вот попробуем не выбирать пресет вот чистый звук первое что мы накинем это пить шифтинг и попробуем только с его обработкой нажимая на вот эту штучку появляются такие вот возможности либо монстряк смену неплохо так дальше грануляр попробуем добавить последовательно так грануляр мне что-то не нравится а в общем что могу сказать надо делать на конкретных примерах на конкретных задачах давайте скрип еще попробуем что-то сделать со скрипом вот с помощью грануляра смотрите обычно гранулярного обработки газ гринпич и скрип и мы можем получить глитч эффект так а теперь на реальном на реальной задачи у нас есть вурдалак он мне напомнил больше какую-то дикую собаку с языком сначала я поигрался с его с его шагами чтобы понять немножечко характер и получилось следующее две фактуры шага я подобрал плюс на движение подобрал дыхание дыхание и вообще весь все вдохновение я брал от звуков собак различные фактуры различные фактуры диких собак там рыки дыхание и сначала я подобрал несколько вариантов ну короче такое вот дыхание с обработкой используя как раз дыхание на зер получилось следующее то есть сначала я использовал spectral denoise чтобы почистить далее компрессии далее пить шифтер дыхание на зер и эквализация это первые фактура вариация вторая вариация с использованием манипулятора от компании infected mushrooms вот на мой взгляд все таки вот обычная обработка без использованных имена за звучит достаточно более ярких они хоть я и срезал здесь конечно верха но мне кажется почему-то у дыхание зер есть определенный характер обработки и пока не знаю плохо это или хорошо ну в общем получилось что-то подобное это только дыхание то есть давайте посмотрим вариации атаки которые я тоже очень долго подбирал задумывался изначально да я нашел вот такие вот фактурки если без обработки очень долго игрался с форматом вообще с пониманием как он должен звучать все таки это не собака это какая-то ящерица но дикая большая гигантская ну вот на примере вот этих двух атак я сделал следующее вот эти две обработки соединил и сделал некий лейринг и получилось следующее что то такое большое дикое рычащие в то же время не сказать что это прям собака да ну и не сказать что это ящерица то есть тут задача сделать что-то уникальное и в принципе то есть если обработать послушать только форм звуки с дохиминайзером то есть он создал такой плотный вот если послушать оригинал ну вот по обработке у нас получается следующее питшифтинг скраббинг 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 еще подмешан а док гроу то есть собака везде у нас вот и тем самым получился вот этот такой плотненький да 1 1 фактура и это более такая яркая то есть если вообще подытожить тут эта обработка она еще 22 фактурки но это уже на на сам бросок на челюсть и хотел подчеркнуть что он она еще щелкает челюсти то есть какие-то звучки будем еще подмешивать в микс общих в самом движке вот вот если почитать тоже да еще расскажу что в целом у нас в основе лежит всегда пич пич шифтер то есть даже здесь я иногда обычный подмешиваю то есть есть у нас обработка манипулятором который в принципе вот этот пресет вообще пустой я только подвинул пич на 4 и форманта на 8 вот что и в принципе в дохиминайзере обработка основана на пить шифтинге да еще подмешивается определенный сэмпл в общем вывод можно сделать один что для богатых успешных дядь которые занимаются звуком наверное это плагин очень интересен очень полезен в частности каким-то компаниям до большим студиям которые занимаются саунд дизайном а если брать отдельные какие-то задачи то существует большое множество всяких 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 пич обработок с разными пресетами либо же есть стандартные штатные плагины которые соответственно помогут вам сделать все то же самое ну немножечко с отличительной какой-то чертой в общем то это все что можно сказать вообще про дохиминайзер про подобную обработку а если не все то пишите в комментариях обязательно что вам интересно увидеть в следующем видео я обязательно выберу лучший и сделаю подобные роли обзорами с примерами и так далее и конечно же если тебе понравилось это видео обязательно ставь лайк я очень стараюсь и все говорят что незаслуженно мало у меня подписчиков поэтому ставь лайк колокольчик распространяй видео я очень буду признателен тебе подписывайся на мой паблик пиши мне в личные сообщения буду очень рад пообщаться все пока пока а